Брусника. Семейство брусничное. Это небольшое вечно зеленое растение встречается и в наших северных лесах и в тундре. Оно похоже на карликовый куст. В тундре очень много таких карликов, растущих медленно и способных жить очень долго. Это кустарнички, так называют их ученые. На зиму кустарнички полностью спрятаны под снегом, а их почкам не страшны самые лютые морозы. А брусника даже сохраняет на зиму зеленые листья, и они не вымерзают под снежным покровом. Если присмотреться, как растет брусника, то можно обнаружить, что отдельные кустики встречаются редко. Гораздо чаще они образуют скопление. Это не случайно. В почве скрыто тонкое корневище. Именно оно, дает жизнь всем кустикам и живет несколько десятков лет. А вот каждый отдельный кустик проживает не более 10 лет. Ягоды брусники знакомы всем северным жителям. Они поспевают в августе и в это же время созревают плоды толокнянки. Ближайшие соседки брусники в сосновом лесу. Раньше толокнянку использовали в пищу. Ее предварительно толкли. Отсюда и название толокнянка. Толокнянка и брусника похожи как близнецы. И все-таки отличить толокнянку от брусники можно. Ярко-красные плоды толокнянки не сочные, а сухие. Брусника растет кустиком, а толокнянка стелится по земле. И главное, ягоды брусники сидят плотно, прижавшись друг к другу. А у толокнянки, нарастопыренных в разные стороны, плодоножка. Ягоды брусники не только вкусные, но и полезны как мочегонное средство. Кроме того, листья брусники и толокнянки используют как лекарство при болезнях почек. Субтитры создавал DimaTorzok